На этой неделе в Самаре специалисты проведут ремонтные работы с кратковременными отключениями холодной воды. Об этом сообщили в пресс-службе ресурсоснабжающей организации. Так, во вторник, 9 апреля планируется заменить задвижку на улице Тушинской. Для этого с 9 утра до 5 часов вечера холодную воду отключат на улице Партизанская 150-152 и в доме 41 по улице Тушинская. В среду 10 апреля будут менять запорную арматуру по улице Вольской. Для этого подачу холодного водоснабжения ограничат с 9 утра до 9 вечера по адресам, указанным на экране. Список работ может быть скорректирован. В выходные в Самаре произошел пожар в центре города. Сообщение на пульт дежурного поступило в 11.04. Горел второй этаж и крыша дома 94 по улице Рабочая. Площадь возгорания составило 100 квадратных метров. Эвакуировали 6 человек, сообщили в Главном управлении МЧС по Самарской области. В 11.56 пожар локализовали, а спустя еще час ликвидировали. В региональном управлении МЧС уточнили, что в пожаре пострадал мужчина 78 лет. По данным Министерства здравоохранения Самарской области, в результате ДТП, которое произошло ночью в регионе. Два человека погибли, 26 пострадали. Четырем пострадавшим оказана амбулаторная помощь. 22 человека госпитализированы в медицинские учреждения региона. Их состояние оценивается как средней степени тяжести. Число подписчиков Самары ГИС на видеохостингах превысило 54 тысячи человек. Напомним, что канал Самары ГИС является одним из лидеров по работе в социальных сетях среди всех телевизионных СМИ в Российской Федерации. Общее число наших подписчиков превышает 94 тысячи. Наши посты в сетях ежемесячно охватывают более 870 тысяч пользователей, а просмотры на видеохостингах более 400 тысяч. Мы присутствуем на всех актуальных платформах. Поводок в Оренбургской области отнесли к чрезвычайной ситуации федерального масштаба. Об этом сообщил глава МЧС России Александр Куренков. По данным Минздрава России, 99 человек пострадали при наводнении. У 10 взрослых и 8 детей обнаружили кишечную инфекцию. 9 заболевших госпитализированы. За последние часы вода стала заливать еще 2 больницы Орска. Плановая медицинская помощь в городе временно прекращена. Пациентов будут переправлять в Новотроицк и Оренбург. Уровень реки Урал у Оренбурга вырос еще на 8 сантиметров. До опасного уровня осталось 66, сообщили в мэрии Оренбурга. Пик наводнения ожидается 10 апреля. Стабилизировать ситуацию с паводком области рассчитывают к 20 апреля. Православные христиане отметили праздник Благовещения. В этот день к Деве Марии явился архангел Гавриил и сообщил, что она станет Богородицей. Именно с этого события начался земной путь Иисуса Христа. Традиционно в День Благовещения по всей стране проходят торжественные богослужения. Священники облачаются в голубое одеяние, а после литургии хор исполняет молитвенные песнопения.